Бурное обсуждение закона для самозанятых разделило парламентский корпус законодательного собрания Забайкальского края на два лагеря. Именно при решении принятия этого режима большинство депутатов коммунистической партии высказались против такого нововведения. По их мнению, закон на профессиональный доход нанесёт забайкальцам вред. И странно то, что при предоставлении законопроекта на заседание не были приглашены представители бизнеса и те, кому тема предпринимательства очень близка. Однако о положительных моментах закона тогда и не вспомнили. А плюсы есть. Их много. Этот закон позволяет любому гражданину, кто своими способностями может заработать на какой-либо деятельности, быть открыт государству, вступать с ним в договорные отношения, при этом уплачивать просто и легко налог в размере 4 или 6 процентов. Закон о самозанятых также исключает дополнительные расходы на ведение бухгалтерской отчётности и не обязывает устанавливать контрольно-кассовые аппараты. Самозанятым не нужно будет сдавать никакой налоговой отчётности и делать обязательные страховые вносы в пенсионный фонд или в тот же фонд социального страхования. Просто удобно и позволяет попробовать себя в роли предпринимателя. Повторное рассмотрение законопроекта близится. И, уже наступив на грабли, законотворцы начинают их обходить. Спустя месяц после жарких дебатов о принятии закона был собран круглый стол со всеми заинтересованными лицами. Он очень значимый для тех людей, которые на сегодня работают, но официально не оформлены. Причём не те даже люди, которые самостоятельно вяжут варежки или оказывают какие-то услуги на дому у себя. А это те люди, которые работают у каких-то индивидуальных, мелких, средних предпринимателей, но трудовые отношения с ними не оформлены. И этот закон позволит им принять этот официальный статус работающего человека. Это огромный плюс. Это огромный плюс, потому что у нас очень большое количество населения на сегодняшний день, оно не работающее. Самозанятые будут иметь социальные гарантии и открытую связь с государством. Особенно актуально это будет для отдалённых районов края, где предприниматели, не выдерживая налоговой нагрузки, затрат от обязательного страхования просто уходят в тень, рискуя нарваться на огромные штрафы. Яркий тому пример – Балейский район. И это только один из сотни случаев, когда бизнес погибает на глазах правительства. В Балейском районе сфера услуг, микробизнес ушёл в тень. То есть многие предприниматели снялись с регистрационного учёта в качестве индивидуальных предпринимателей. Конечно, законы самозанятых открывал для них определённый путь, чтобы как раз легализоваться и по льготным условиям как раз платить эти налоги. То есть для микробизнеса это реально выход из тени. И сфера услуг, конечно, у нас в районе сейчас этого пострадала. Я считаю, что те депутаты, которые голосовали против, ну, не ознакомили ситуацию должным образом. Смогут ли договориться между собой законотворцы и пригласят ли в следующий раз заинтересованных в этом законе представителей бизнеса, аппарату уполномоченного остаётся только гадать. Гадать и надеяться на разумное и правильное решение отправителей нашего региона. Виктор Соловьёв, ЗАП-ТВ